Всем привет! Это ТупДота и сегодня я расскажу вам, как один молодой киберспортсмен заработал себе 12 миллионов рублей за один матч. Поехали! Хочешь выбить себе аркан на Джаггера? Или может быть на СФ или Фантомку? Заходи на тесте дроп! Пополняй баланс старыми ненужными скинами и открывай крутые сундуки, которых нет в доте. У сайта открытый инвентарь, бесплатный кейс каждые 3 часа и куча вкусного шмота, а по промокоду в описании ты получишь плюс 10% к пополнению баланса. На днях был один профессиональный дотерский матч, очень интересный. Играли там команды Evil Corporation и Sweet Boys, и по их названиям вы можете понять, что интересный он был не с точки зрения какого-то там скилла игроков или известности, потому что по большому счёту это какие-то ноунеймы, а вот интересен он был в первую очередь за счёт того, что перед матчем происходило на тотализаторах и букмекерских сайтах. Это был самый маразматичный 3-2-2-шный матч из всех, которые когда-либо палились в истории доты. Если вдруг кто-то совсем не в теме, очень быстро поясню. 3-2-2 это матч, в котором команда ставит против себя бабки и заведомо старается эти бабки выиграть, то есть немножечко фидит и сливает к херам свою победу, лишь бы заработать денег. Обычно такое делается фаворитами встречи, когда игра для них ничего не значит и когда против них огромный коэффициент. И что же произошло позавчера? В это конечно сложно поверить, но похоже, что обе команды одного и того же матча поставили против себя бабки и пытались их выиграть. То есть происходило просто самое невообразимое вакханалие и что называется игра в поддавки. Ставки там были не самые дефолтные типа победы или проигрыша, а чуть более закрученные. Ребята ставили на то, кто же сделает первые 10 фрагов. Ивиллы поставили на то, что сделают свитбойс, а свитбойс соответственно наоборот и коэффициент на свитов, которые были аутсайдерами, был ну просто какой-то мать о космический 14, это значит, что если вы ставите на них 2000 рублей и ставка проходит, то выигрываете вы 28000 рублей, но как вы понимаете, так мелочиться конечно же никто не стал, челик под ником Эрри поставил на одном только сайте суммарно 14000, не рублей, долларов. Если что, в рублях это примерно 800к, поставил он их против себя и посмотрите какая же всё таки клоунада происходила во время матча. Счёт 9-9, всего лишь один фраг отделяет этих игроков от своих миллионов денег и так как обе команды залили против себя, они не могут делать фраг, чтобы не просадить свои бабки. Это выглядит очень комично, но ещё более комично выглядит развязка этой ситуации и тот самый 10 юбилейный фраг. Чудесный магнус на лоу хп делает вид, что он вылетел из игры или что у него происходят какие-то лаги, в общем он отдаётся крипам, просто берёт, сливается в наглую об вражеских крипасов бегая туда-сюда и через пару минут делает дисконнект, якобы у него залагало. И кстати замечу, что пока счёт был 9-9, все 10 игроков мялись как девочки и изо всех сил пытались никого не убить, а как только на табло появилось число 10, началось мясо. Вот так вот максимально по-тупому, кретинически, глупо и просто в высшей степени по-дебильному делаются огромнейшие бабки в доте 2. Напомню вам, что всего лишь зафиксированная ставка, которая при этом была ещё и скинами, составляла 14 тысяч бачей и она обеспечила по меньшей мере 200 тысяч долларов выигрыша. То есть те самые 12 миллионов рублей, которые вы видели в названии. Тут конечно есть нюанс, не факт, что данная ставка зашла именно на светов, потому что интерфейс сайта от нас та утаивает, но какой даун, скажите мне, будет ставить 800 тысяч рублей на челов с коэффициентом 0.06. Это 100% были бабки, летевшие на светов и 100% они были от чувака, который что-то знает, а сколько денег было поставлено в сумме, это вообще меня на самом деле пугает. И естественно, инфы об этом нигде нет. Ну и теперь вопрос, что же будет дальше, что грозит этим ребятам, которые развели своих фанатов на миллионы рублей? Может быть их посадят в тюрьму или выпишут огромнейший штраф? НИХЕРА! Максимум это баны на киберспортивных турнирах, хотя нахер они им нужны, если они с одного тридцать двашного матча стали мультимиллионерами, пускай и рублёвыми. Да и не будьте наивными и не думайте, что это первый подобный прецедент с их стороны. Мне кажется, что они таким образом сделали уже очень, очень немало денег. Не так много денег, как этот парень конечно, но всё равно. И у меня тут вопрос к вам, как бы вы поступили, окажись вы в подобной ситуации? Играете вы в тюрь 2 тимки, бабок не так уж много, перспектив ворваться в топ тоже не очень много, потому что тиммейты какие-то ну так себе, вы понимаете, что ничего вам примерно не светит и тут у вас на плече сидит такой дьяволёнок и всё настойчиво предлагает манящую возможность практически без риска обеспечить себе безбедную жизнь на ближайшие несколько лет, при этом совсем не перетруждаясь. Каждый, я уверен, выбрал бы здесь что-то своё и я ни в коем случае не оправдываю 322шников, но как по мне дело тут скорее в законодательстве. Если бы киберспорт уже наконец-то приравняли к спорту во всех отношениях и если бы законы на этот киберспорт действовали те же самые, как на тот же самый футбол, то этим парнягам грозила бы тюрьма, а не какие-то баны и тогда я уверен, что на тир 2-3 сцене не было бы подобного говна. А сейчас же такое там на каждом шагу, что очень даже печалит. Ладно, на этом пожалуй всё, пишите обязательно что вы думаете об этой ситуации, можем с вами это пообсуждать ещё в комментариях, ну а я побежал, можете поставить этому видосу лайк на прощание и глянуть в какой-нибудь другой. Ну и подписаться конечно не забывайте, зря что ли я об этом говорю в каждом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok